Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и давно в моих видеодневничках не было никаких книжных распаковок. Ну что ж, пора это досадное упущение исправить. Сегодняшняя распаковка как мы все любим. Это распаковка фотоальбома. Фотоальбома известного фото журналиста, известного русского фото журналиста Валерия Мельникова, живущего сейчас в Москве. И альбом этот посвящен войне на русских территориях так называемой окраины. Альбом вышел в свет буквально на днях и уже долетел до нашей восточной околицы Руси. Мой товарищ Валерия Мельников прислал мне его. И сегодня в субботу я съездил в одну из соседних деревень там где находится моя почта. Комары на природе заедают, поэтому не обращайте внимание на эти мои жесты. Я очень не люблю использовать какие-либо химические средства, защищающие от комаров. Съездил в одну из соседних деревень в халактырку, где находится наше почтовое отделение. Потому как почта в моей деревне закрыта уже много лет. Итак, пора распаковать этот самый фотоальбом. Слышу, пока распаковываю какой-то рев мотора на полях. То ли это кто-то едет на мотоцикле, то ли кто-то собирается взлететь на мото-дельтаплане в небо. По-моему, все-таки кто-то летает. А я пока достаю из почтового целлофанового пакета хорошо упакованную книгу. Да, это действительно летает мото-дельтаплан. Очень хорошо Валера упаковал. Зная любовь перевозчиков к повреждению всяких перевозимых и отправляемых вещей, он знает, что паковать для почтовое отправление нужно хорошо. Да, и кстати, будьте как Саша. Никогда не выбрасывайте ничего на природе. А я вскрываю Валерин фотоальбом. Замечательно. Замечательно. Еще и пищевая пленка, причем в несколько слоев. Так что сразу тяжело добраться до сути. Но чем дольше открываешь, тем приятнее потом результат. Альбом Валерия Мельникова «Черные дни» «Dark Days». Естественно, он подписан. Дорогой Саша, желаю побольше светлых дней в этом безумном мире 18.06.2020. Сегодня 27 день июня. Так что из Москвы до Камчатки альбом долетел за 9 дней. «Черные дни Украины» — это вступление, написанное автором фотоальбома. А знаете что? Давайте я сейчас переберусь домой и под камерой пролистаю этот альбом. Что буду говорить за кадром пока? Не знаю. Потому что если я начну сейчас листать его, показывать вот так вот разворотами и что-то говорить, то комары просто-напросто прогрызут до костей мои белые нежные руки. А у каждого белого русского руки должны быть белыми и нежными. У пролетария руки должны быть мозолистыми. А пролетарии, как известно, это чернорабочие. «Черные дни» «Черные дни Украины» Так называется авторский текст Валерия Мельникова к его фотоальбому. Первый раздел, первая глава альбома называется «Город. Война». Вот что пишет Валера. О Донбассе и Луганской области я впервые узнал, когда учился в школе. О них нам рассказывали на уроках истории и литературы, когда изучали молодую гвардию Александра Фадеева. В обоих случаях в контексте войны, а именно сопротивление местного населения немецко-фашистской оккупации в 42-43 годах. В Луганск я отправился, когда сюда вновь пришла война. Со времен школьного детства пролетело 25 лет. На Донбасс я впервые приехал летом 2014 года, в самом начале конфликта между самопровозглашенной Луганской народной республикой и официальной властью Украины. Многие надеялись, что беспорядки долго не продлятся. Внешне Луганск еще выглядел мирным городом. Улицы заполняли обычные жители, работали кафе и магазины, а вооруженные люди попадались лишь изредка. Тем не менее, ощущение надвигающейся катастрофы висело в воздухе и с каждым днем становилось сильнее. Чтобы превратить район в зону полномасштабных боевых действий, понадобился всего месяц. Ситуация стремительно менялась у меня на глазах. Я видел, как жители массово покидали городом, мирное население все плотнее заменяли военные. Колонны беженцев, ополченцы, на улицах и блокпостах вооруженные люди, перекрывающие дороги. Постоянные обстрелы, разрушенные дома и почти ежедневные похороны погибших. Новая реальность вытеснила привычный уклад вещей. В какой-то момент снаряды стали прилетать как в самый центр города, так и в спальные районы, где еще оставались обычные горожане. Все чаще звучали взрывы. Через два месяца после начала боевых действий Луганск опустел. Вооруженные силы официальной украинской власти окружили город. Кольцо блокады почти замкнулось. По городу постоянно перемещались колонны военной техники и вооруженные группы. Ввели комендантский час. С 23 часов вечера до 6 утра жителям запрещали покидать дома. Особенно угнетал постоянный звук воздушной сирены. Она еще больше напоминала старые фильмы Второй мировой. Я не верил, что это происходит со мной в реальности. Казалось, мир сошел с ума. Я вместе с ним. Одним из самых тяжелых событий того лета стала трагедия в станице Луганская. Это крохотный населенный пункт в 15 километрах от столицы области, где живут потомки нандских казаков, основавших местечко около 300 лет назад. 2 июля поступила информация об авиационных ударах по Луганской. И я примчался на место бомбардировки уже через полчаса. «Мне сложно описывать то, что пришлось увидеть», – пишет Валерий Мельников. «Двенадцать погибших, из них двое дети. Объятые огнем дома, разрушенные крыши и стены. Уцелевшие люди в состоянии шока. Кто-то оплакивал родственников и друзей, кто-то пытался спасти оставшиеся дома от пожара. Потом очевидцы расскажут, как, услышав гул самолета, дети выбежали из дома, чтобы посмотреть, что происходит. Снаряды упали почти сразу, взрывы, огонь, паника. Немного позже на место прибудут пожарные машины и скорая». До сих пор неясно, была ли трагедия актом возмездия или ошибкой военных. Ни одна из сторон конфликта не признала вины. По словам местных жителей, вблизи станицы Луганской не размещалось ни одного военного объекта. Вторая часть книги называется «Подземелье». Валерий Мельников пишет. «Сначала конфликта прошло четыре года. Я еще дважды приезжал на Донбасс. Активная фаза боевых действий закончилась, но мир так и не вернулся. Вместе с войной в жизнь людей пришли неопределенность и отсутствие перспектив. Чем ближе я знакомился с подвальными жителями серой зоны, тем сильнее мне хотелось рассказать о них языком документальной фотографии, попытаться передать атмосферу страха и безысходности, привлечь внимание к проблеме. На контакт люди шли легко. Я чувствовал их потребность высказаться. Полностью тексты автора я читать не буду. Я думаю, что любой, кому захочется полностью познакомиться с текстами и внимательно рассмотреть этот страшный альбом, сможет найти его. Валерий Мельников. «Черные дни». «Черные дни» Украины. «Черные дни». «Черные дни» «Черные дни». «Черные дни». «Упавший в мои руки» «Продолжает, будучи управляем этими самыми руками и этими самыми глазами, снимать столицу Камчатского края сверху. Вы посмотрите, чтобы успокоиться. Смотрите. Продолжение следует. 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 Сегодня вы, ленивые и нелюбопытные зрители, увидели войну на окраине глазами замечательного фото-журналиста Валерия Мельникова, моего давнего коллеги и товарища. Сегодня вы посмотрели на Петропавловске с птичьего полета. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится, если вам нравится, если вам приятно, если вам приятно глядеть на Камчатку моими глазами. А если вам понравится, ставьте лайки, пожалуйста, не стесняйтесь оставлять под роликом свои комментарии. Мне всегда интересно знать, что вы думаете, глядя в мои видеодневнички. Если вы на моем канале впервые, если вам хочется смотреть мои ролики дальше, то сейчас я специально для вас предприму определенные действия. Сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка. И коль скоро вы выполните то, что она вам рекомендует, вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. Выполняйте то, что вам советует вот эта вот подсказка. Выполнили. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Как я рад за вас и не могу не поаплодировать вам. Молодцы! Молодцы! Теперь вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok